Приветствую вас, Стас. Я думаю, что основная ваша проблема заключается в недостатке доверия между вами, как бы это ни парадоксально звучало. То есть ситуация заключается в следующем. Вы поженились и она забеременела. Вы пишете, что по глупости вы чуть ли не изменили. А что произошло? Собственно говоря, конкретно что произошло? Что случилось конкретно? То есть как это было, что вы ей чуть не изменили? То есть там была какая-то девушка или что? Откуда-то ввелись у вас средства защиты, да? Вот. То есть не было проговорено до конца что случилось. Доверие было потеряно раз. Второе. Второе. Вы чувствовали себя виноватым. Два. То есть вы делали всё, что, ну, купили всё, что она хотела. Она привыкла. А она привыкла использовать ваше чувство вины. Вот. Автоматически допускаю, что если вы виноваты, если вы ведете себя как викину, как будто вы виноваты, то вы правда виноваты. Такая вот история. Поэтому здесь ваш подход, ваш подход, он такой, достаточно материалистичный подход. Вот. Значит, ну, можно здесь поднять вопрос о том, что, возможно, вы поспешили с ребёнком, потому что, вот, вы женаты 6 лет, ребёнку 4,5 года, то есть вы всего 1,5 года прожили вместе, не очень понятно, сколько вам лет. Вот. И зачем вы вообще ребёнка рожали, если жили на съёмной квартире, вот, непонятно. Значит, дальше вы пишите, после свадьбы жил нормальной женой, так с нас был каждый день, но вот она забеременела, по глупости чуть не изменил. И опять же, это недостатка внимания. Понимаете, вот, то есть, этот момент, что по глупости чуть не изменил ей, это самобичевание. А по факту вам нужно раскрыть, что вы хотели. Что вы хотели, что вам хотели. Да? Вот. То есть, возможно, ещё раз это всё обговорить вместе с психологом. То есть, почему вы чуть не изменили ей и так далее. Она пришла домой и нашла упаковку. Упаковку, да? Вот. Как так получилось, что она нашла её? Почему вы не спрятались? Я сделал вывод, что я изменил, но это не так. Даже притащил её с улицы, которую выкинул. Тогда уже хотели расстаться, просил прощения. Поговорили ещё и начать с чистого листа. С чистого листа всё начать нельзя. Это единственное, что можно начать всё с чистого листа. Вы набираетесь опыта. Каждый из вас набирается опыта. Да? И отношения по этому с чистого листа не начинаются. Хотели расстаться. Из-за чего? Из-за этой истории. Да? Несмотря на то, что она была беременна. О чём это говорит? О том, что у вас недостаточно зрелые отношения были. То есть, вы не готовы преодолевать проблемы. Ну да, вроде всё нормально было. Мы тогда на съёмной квартире работали как могли. Где-то с год уже я чувствовал, отношение ко мне изменилось опять с год. Что произошло? Отношения стали не те. Ну да, ребёнок понимает ответственность, но это же не повод забить на меня. А секс у нас раз в неделю, а то и один раз в две недели. Говорил с медициной по этому поводу. Ответа один у нас. Ребёнок с нами в одной комнате. Вот накопим, приедем, будем каждый день. Собрали вместе. Приехали в новую комнату квартиры. Кстати, не изменилось. Как было, так и осталось. Непонятно ваше поведение здесь. То есть, если она говорила, что переедем и будет казнить, то непонятно, как бы, почему вы не поставили перед фактом и откровенно не выразили ей своё желание избирать или в чём дело. Тут, опять же, возможно, не хватает вашей настойчивости. Настойчивости и, вероятно, страх вывести её на разговор. Так, обставили квартиру по последнему слову техники. Все, что моя любимая захотела, всё купила. Это чувство вины и, соответственно, раболепие. Приехала мама и летом, понятно, мама в последней комнате, значит, нельзя. Да нет, это маски, как бы, отковорки. Сейчас беременным вторым ребёнком на первом три месяца сказали нельзя, я всё понимаю. Опять же, понимаете как, у неё нет желания. И об этом надо говорить, что у неё нет желания. То есть, говорить о том, что вы хотите и что у неё нет желания. Это факт. И следует причина. Вот. Сказали мне, сказала мне, можно быть на втором триместре, второй триместр. Но это начался, ничего не изменилось. Но опять же, вот опять же, перед фактом мы не поставили её. Как бы не проявили настойчивость. Но и другие пары как-то выходят, сам читал, что можно непрямой контакт, альтернативные способы рукару. Она не хочет. Вы не настаиваете, она не хочет. В июне месяце у неё был день рождения. До этого обещала подарить ей машину на день рождения. Благо, с финансами было всё супер. Примерно за неделю ДР по глупости не продалакса. Они попросту улетели в трубу. Ну какая тут машина, типа ладно, поговорили. Вроде договорились, то купим позже. Почему машина это так важно? То есть, как бы вот у вас встать? То есть, опять же, отношение ваше, как будто вы покупаете её. То есть, духовности мало. Просто духовности мало. А сколько вы интересуетесь внутренним миром друг друга? Вчера удалось поговорить с ней по дышам. Она сказала, что у неё дела не пытаться купил машину. Ну это, это не серьёзно. То есть, это горсоток, то как бы к вам у неё, ну, нет чувств. Вот. Так, неделю назад, когда она просила с работы, на неделю договорились с ней, что пойдём покупать. Как она вызывает, я не против покупки. И опять же, опять же, её покупают. И ещё добавлю там в неё, так, пошла к врачу, отправила в кое-что вверх, там она сдала мой телефон. Давай проверять там. Всё, мне нечего сказать, я всё люблю. Ну, в той же время чувствуете мои чувства ослабевать мне каждый день из-за живу. Её недоверие в меня просто бывает. Как оно на вас влияет, Стас? Вот, давайте, давайте разберёмся с этим. Как её недоверие влияет, как это на вас? Вот. Знаете, мне кажется, что у вас вначале отношения были такие, ну, такие вот материальные, материальные в большей степени. Вот. Отношения не те уже, я уже забыл, когда было, наверное, последний раз в российской поцелуе. А вы пробовали поцелуровать? Её. Ага, вот вы говорите, что я забыл. А вы пробовали? Зачем, до этого нужно было сначала, ещё раз сейчас, но здесь сначала невозможно, это иллюзия. Ну, что простил этот случай, а забыть не может. Ну, это, психологическая проблема с этим, наверное, работать, её этот случай травмировал. Ещё раз повторю, вам нужно обсудить мне этот случай. Возможно, перейдите его заново, попробуйте, вот, эээ, поговорить с ней об этом. Прямо на случай, вот, эээ, ну, начать здесь можно, конечно, с того, что, допустим, выразить своё желание. Скажите, вот, я хочу секс так, чтобы ей вообще нечем было, ну, некуда было уходить, чтобы она не могла, ну, как-то оправдаться, да, и так далее. Вот. И сказать ей, что вы видите, что она не хочет, и вот, собственно, дальше просто выразить эту тему. То есть вам нужно вывести на договоре, вот. Но для меня лично странно, что вот после такого случая, да, то есть, она, получается, вам не верит. То есть, её недоверие, но проблема, что её недоверие в том, что она не уверена в себе, она не доверяет в себе. И вы не уверены в себе. Вот. Ну, получается, у вас не совсем любовь. Тут у вас что-то другое. Помимо любви. Ещё, ещё есть. Я думаю, что ничего она не просила. Ага, она не может, не может просить, знаете, человек, это не тот, кто прощает. Здесь, опять же, вы в корни неверно подступили. То есть, человек не может просить, человек может понять, принять, либо не принять и не понять. Что червь в червяк съели любовь ко мне внутри. Это перекладывание ответственности. Любовь, если бы была, она бы никуда не ушла. То есть, изначально была не уверена в себе. Изначально вы выстраивали отношения на каком-то постоянном доказывании что-либо друг друг другу. Вот. И так далее. И так далее. Ну, и ваша глупость тоже здесь не раскрывается. Почему вы хотели изменить, как вы хотели изменить, и что вообще тогда происходило. Вот. Поэтому, Стас, вы можете вместе с женой обратиться на консультацию к психологу, где, соответственно, будет всё это проговорено. Выявлены проблемы ваши, проблемы супруги, и, соответственно, будет понятно, что вам дальше делать. Вот. Либо обратитесь сами и начинайте менять своё поведение, делать его более самодостаточным, менее раболетним, более самоценным. Вот. И менять отношения и к себе, и к своей жене. Это определённая работа, но если вы хотите сохранить брак, то нужно работать в этом направлении. Любые отношения можно гармонизировать. Поменяетесь вы, поменяется и ваша жена. Вот. Потому что отношения в семье это система. Ну, это всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Реж nessacip Audi heard остаточной, дize благодаря ей,host CEOs. Продолжение следует...